Всем привет, дорогие друзья! Сегодня поговорим о новинке, о новой красоте от компании Sertin. Это швейцарский производитель. Ой, давайте ближе знакомиться, потому что я взял, познакомился, когда впервые брал в руки. Друзья, они хороши, это действительно хороший выпуск. Во-первых, новизна заключается, друзья, в использовании нового калибра PowerMatic 80. Новый, скажете вы, ему лет 8. Ну, все верно, только это Day-Date PowerMatic 80. Это такой ультрасовременный, как пишут они на своем сайте, калибр. Да, PowerMatic 80 ему, да, пробег уже примерно там лет 8, но Day-Date мы еще не видели. Это на самом деле что-то новое. Думаю, вскоре во всех TESO, Hamilton и Mida понесется этот калибр. Ну, вот, как видим, реализация с Sertina. И вот так вот выглядит этот выпуск. Во-первых, первое, что бросилось мне в глаза, это просто роскошнейший циферблат. Это цвета шампанского циферблат с обработкой Sunburst. И с таким, я не знаю, передаст ли видео, с желтым, с серым, с зеленым какие-то примеси. Все это неоднородно. То есть, ну, на самом деле, очень-очень роскошный цифер. Он первый такой, вот, я с тобой знакомлюсь. А потом уже дальше, конечно. Дальше это, ну, DS Action, как видим, принадлежность коллекционная. И это модель, друзья, с водозащитой в 200 метров. Это, конечно, не Diver, но тут компоновка узлов, конечно, массивная. Тут это ощущается и по весу. Это 168 грамм общего веса. Это довольно-таки толстоватый корпус, 12,5 миллиметров. Он не крупный, друзья, это 41 миллиметр. Часы совершенно не крупные. И дальше по материалам, по обработке давайте глянем. Конечно же, это сталь 316L, но как это все сделано... Давайте просто посмотрим, полюбуемся этой красотой. Да, на самом деле, обработка, что сказать, очень хорошие часы в плане изготовления, внимания к деталям. В частности, бросается, ну, конечно, это двухтонный выпуск, и бросается позолоченный бедель, прилично выпирающий над корпусом, с такой тройной, вернее, как с двойной обработкой, но сатинирование, переключающееся к гранью в полировочку, и верхняя его внешняя часть также сатинированная. То есть два вида обработки, но три раза используемая. Циферблат прикрывает сапфировое стекло. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием в данном случае. Завинчивающаяся заводная головка на фоне того, что здесь 200 метров водозащиты, опять же дополнительный плюс в копилку надежности этих часов. Все-таки, когда ключ завинчивается, это, конечно же, хорошо. Касательно внутренности. PowerMatic 80 с Day-Date усложнением, и я вам хотел бы продемонстрировать одну его особенность, друзья. Обратите внимание, что происходит с днем, неделей и датой в период полночи. Мгновенная смена дня, недели и даты. Это роскошная вещь. Подсмотренная, конечно, у люксового сегмента, и это хорошо. И реализованная уже здесь, в районе 750 швейцарских франков, или столько же долларов. Браслет, друзья. Стальной браслет, пятерядный. Опять же, давайте просто посмотрим. Сатинирование с центральными полированными позолоченными звеньями. И когда внешняя часть его хороша, это, само собой, разумеющаяся истина. А когда мы видим то же самое на обратной стороне. Тоже прекрасное сатинирование с внутренней части. Конечно же, он литой. Может показаться несколько странным вначале коэффициент гуляния, в частности, первая звена. Он, в принципе, весь такой. Но первое звено, видите, как гуляет, и может показаться, ну, блин, что это за зазор такой уродский. Ну, не уродский, ну, кому, конечно, как. Нет, друзья, на самом деле это очень эргономично. То есть часы, вернее, такая компоновка браслета позволяет часам максимально четко ложиться на запястье владельца, независимо от того, какое оно там толстое или худое. И это будет четко. Ну, мы потом посмотрим, конечно, на моей руке. Но это правильно. То есть сначала кажется, что что это такое, но это правильная вещь. Застежка. Застежка двухсторонняя бабочка. Традиционно хороша. У сертина, в принципе, не помню. Таких левых застежек. Литая, естественно, литая. Такой довольно плотный щелчок. И выбитое лого марки. Задняя крышка ввинчивающаяся. Как видим, прозрачная. Приоткрывает нам детали механизма. В частности, видим ротор с маркой и 25 камней. Где-то там спряталось. 25 камней в данном калибре. Ну, и запас хода 80 часов, соответственно. Так, давайте я прикину на свою руку, друзья. Посмотрите, как выглядит эта вещь на моем запястье. У меня охват 17 сантиметров. У меня некрупная рука. И вот так это смотрится. То, что я и говорил по поводу браслета. То есть, он максимально четко облегает запястье. Друзья, стрелки и метки имеют люминесцентный состав. Суперлюминого. Приличный, как обычно. Учитывая, что это все-таки 200-метровая модель. И иногда она может использоваться как дайверская. То это вполне ожидаемо. Секундная стрелка. Вот единственное, что я не сильно понял. Цвет кончика. Что это такое? Он несколько как-то теряется на этом фоне. Ну, такое решение, в общем-то. Есть, мы его и рассматриваем. Друзья, пишите ваше мнение в комментариях об этом выпуске. Что думаете? Мне кажется, вещь на самом деле хорошая получилась. Кто из вас еще не подписан, подписывайтесь. Ваши лайки ставьте. И всем пока!